Всем привет, друзья! Приобрел вот такой вот отопитель дизельный, еще его называют автономка. Взял специально в корпусе, чтобы можно было перевозить его с собой. Думаю, возможно, буду брать его с собой в палатку, в машину. Но сейчас поставил пока вот так, как есть. Вывел выхлопную трубу в вентиляцию. Отопитель работает на дизельном топливе, на солярке. Мощность его 5 кВт. Вот виднеется бак, уровень топлива. Расход топлива на минимальных настройках где-то будет 100-150 грамм. На максимальных 300-400 грамм. Так, плюс. Минусы. Вот на отопителе имеется дисплей с пультом управления. Нажимаем на кнопку ОК. Показывает минус 3 градуса. Мощность 4 кВт выставлена. Можно уменьшать. Увеличивать. Это заряд аккумуляторной батареи. 12,5 вольт. Можно управлять отопителем и дистанционно. Вот имеется такой небольшой пульт. Можно включить, выключить, прибавить мощность, убавить. Осенью купил гараж, еще толком ничего не успел сделать. Разобрал только вот задние стеллажи. Очень много места занимали. Посмотрю, может быть там печку сделаю, диванчик. Такое, зону отдыха. У предыдущего хозяина машина была короче. И она как бы умещалась здесь. А мне места не хватает, чтобы в яму спуститься. Вот такие воздуховоды я сделал самодельные. Подключил дополнительный еще самодельный зарядник. Чтобы зря не сажать аккумулятор. Давайте попробуем включить. Так, мощность. Прибавим немножко. Поставим 3 кВт. 3 кВт. Так, аккумулятор заряжается 15 вольт. Ошибок нет. Минус 2 градуса. Врубаем. Ну вот, смотрим. Начинается продувка. Сейчас включится свеча накаливания. Вон она уже включилась. Потом включится насос. И будет разжигать отопитель. Ну вот, заработал насос. И слышно, что воспламенилось топливо. Ну вот, набирает обороты. Насос начинает работать все быстрее. Давайте посмотрим, что на улице творится. Сейчас отопитель заработает на полную мощность. А потом перейдет на заданный режим. На 3 кВт. Воздух идет уже теплый. Вон как кирогасит. Ну вот, печка работает на средних настройках. Уже жарит. Конечно, полностью гараж ей нет смысла прогревать. Но вот так вот поковыряться под капотом думаю, в самый раз будет. Потом я подумаю, как ее установить. Можно будет в машине брать с собой куда-нибудь в поездки. В сильный мороз можно и двигатель прогреть. Протянуть воздуховод к двигателю. Накрыть тут все одеялом. И погреть двигатель. Можно в окно протянуть трубу и обогревать салон. Так, посмотрим, что у нас тут показывает. Вот здесь, наверху, уже 10 градусов. Мощность 3 кВт. Ну-ка, прибавим. Поставим 4. 4,2. Начинает набирать обороты. Слышно обороты падают. Они бывают с корпусом, а бывают без корпуса. Я специально взял с корпусом, чтобы увеличить его функциональность. В общем, функций у этого отопителя много. Если нужно сделать срочный ремонт, можно вот так его включить, направить в воздух и ремонтироваться. Можно брать его с собой куда-нибудь в поездки. Пока не знаю, как приспособить его в машине. У кого есть какие мысли, пишите свои комментарии. Что вы думаете на этот счет? Можно ставить его в палатки и так далее. Только надо брать для этого еще запасной аккумулятор. Ну что, можно выключать. Выключается продолжительным нажатием. Все. Сейчас продуется камера сгорания и отопитель выключится. Ну вот и все, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok